Завтра Александра Шустова, устроившего смертельное ДТП в Карагаше, переведут в СИЗО. Сейчас он находится в отделении хирургии. Возле него круглосуточно дежурит вооруженная охрана. Зам. главврача Лечь Городка рассказывает о состоянии пострадавших в аварии в Карагаше. В больнице остаются шесть человек. В том числе предполагаемый виновник аварии Александр Шустов. В палате он один. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Его травмы не угрожаемы для жизни. То есть это ушибы в основном, верхних конечностей, туловища, ребер. То есть сейчас состояние его жизни ничего не угрожает. И он может находиться, скажем, в следственном изоляторе, наверное. Это понимает и сам Шустов. Поэтому в последнее время жалуется на свое состояние и говорит о новых симптомах. Что касается остальных пострадавших. В больнице все пассажиры из машины Шустова. Все с серьезными переломами. Одну женщину уже прооперировали. Еще одному пассажиру операция предстоит. Как показала токсикологическая экспертиза, все, кто находились в красном Ярисе, в момент аварии были пьяны. У одного из мужчин в крови нашли наркотик – морфин. Пассажир из серой Камри, в которую на скорости врезался Шустов, тоже в РКБ. 29-летний парень до сих пор в реанимации в коме, подключен к аппарату ИВЛ. Вчера для обследования его состояния приезжал нейрохирург из Кишинева. Комментарии специалиста, что большей вероятностью та травма, она обратима, и он должен поправиться. И ожидаем через короткое время стабилизации состояния выхода его из комы. Но пока он находится на аппарате ИВЛ и палате интенсивной терапии, то есть в реанимации. Преобладает черепно-мозговая травма, но также есть ушибы и легких, и органов средостений, и разрыв печени. То есть там травма значительная. А о реабилитации говорить рано, пока это критические дни, которые определяют дальнейшую его здоровье, дальнейшую судьбу. Но, по крайней мере, стабильное состояние в течение трех суток говорит намеки на положительный исход. Еще одна пассажирка серой Камри с переломом таза в отделении смешанной травмы. Сразу после аварии почти все пострадавшие из обеих машин оказались в одной палате. В больнице рассказали, предполагаемый виновник ДТП Шустав никак не интересовался судьбой пострадавших. И сейчас он больше всего озабочен тем, в каких условиях будет находиться в СИЗО. Туда его планируют перевезти завтра.